Мы находимся сейчас в кабинете диагностики аллергии в детской клинике Европейского медицинского центра. Руководитель клиники дерматомиологии, аллергологии, иммунологии Печатникова Ева Александровна попросила меня провести сегодняшний эфир. Позвольте представиться. Я врач-аллерголог, иммунолог Яковлева Ксения. Я кандидат медицинских наук и больше всего люблю помогать детям. Но аллергология оба широкая, естественно, мы смотрим у взрослых пациентов тоже. Если говорить о возможностях клиники аллергологии Европейского медицинского центра, то на сегодняшний день мы можем предложить пациентам все необходимые виды диагностики аллергии, которые включают в себя постановку рик-тестов, которые в себя включают широчайший спектр лабораторных исследований, причем самых современных, включая молекулярную диагностику аллергии, исследования отдельных рекомендантов аллергенов. И, конечно, мы можем проводить пирометрию. Вот аппарат у нас есть в каждом кабинете. То есть фактически, приходя к нам, пациент с любыми жалобами на затруднения дыхания, на реакции, подозрения на реакции какие-то пищевые аллергены, ингаляционные аллергены, которые, скорее всего, получат полную картину, полную карту своих заболеваемостей. Точнее, не заболеваемости, а представление о том, что он может провоцировать, как избегать этих провокаторов, и, конечно, индивидуальную схему медикаментозного лечения. Нашей клинике в Европейском медицинском центре мы сотрудничаем всегда и со специалистами других смежных областей, которые необходимы нам всегда в диагностике аллергии. Это гастроэнтерологи, это врачи-лотолорингологи. И для нас это очень важно, что пациент получает всегда всесторонний осмотр. Не бывает такой ситуации, что мы оценим его только узко в аспекте аллергии. Если говорить об аллергии, ну, наверное, да, это очень избитые слова, что аллергия чума уже теперь не 20-го, а 21-го века, поскольку действительно в последние годы распространенность ее во всем мире увеличилась очень сильно. И, конечно, людям требуются знания, как избегать, как не провоцировать обострение аллергии, что делать, если оно уже развелось, как бороться с ее проявлением. Говоря об аллергии, здесь мы соединяем, скажем так, несколько заболеваний, которые могут поражать разные органы и системы, потому что к аллергическим заболеваниям относятся и бронхиальная астма, и аллергический ринит, и атопический дерматит. Есть гораздо более сложные и тяжелые заболевания, которые, к счастью, все-таки встречаются не так часто, чтобы говорить о них в рамках нашей сегодняшней встречи. В преддверии весны, когда на улице уже светит солнце, и очень-очень скоро деревья напомнят о себе. Многим нашим друзьям, скажем, многим нашим пациентам нам обязательно нужно говорить о профилактике и лечении сезонных проявлений аллергии. Или, как это называлось раньше, поленос, реакция на пыльцу березы. Мы получили вопросы, и, наверное, будет проще, если я буду отвечать на них последовательно. Ну вот, например. Добрый день. Как перенести период светения максимально комфортно? От таблеток лунит сон. Капли в нос не сильно облегчают дыхание. Какие современные средства вы порекомендуете? Ну, я надеюсь, что вы понимаете, что в рамках такого общения невозможно рекомендовать пациенту какие-то конкретные лекарственные препараты. Но я хочу сказать о том, что свои представления и знания об аллергии любому даже взрослому пациенту, имеющему большой опыт, необходимо периодически обновлять. Потому что, например, антигистаминные препараты. Ну, наверное, все, кто знает, что такое аллергия, знают эти слова. Но разнообразие этих препаратов и индивидуальная реакция на них в настоящее время, она очень-очень большая. То есть к препаратам второго поколения относятся как минимум 6 молекул, соответственно, с торговыми названиями. Ну, мы не будем перечислять, какими. И выраженность индивидуальной реакции на эти препараты, она у каждого пациента различная. Ну, то есть, если один препарат, например, содержащий одну молекулу, может вызывать сомливость или действительно какой-то дискомфорт, то препарат антигистаминный из другой молекулы такого дискомфорта вызывать не будет. Поэтому нужно пробовать. Приходите к врачу перед сезоном пыления, и вы получите соответствующие рекомендации по выбору этих препаратов. Ну, кроме всего прочего, если говорить помимо антигистаминных препаратов, у нас, например, еще прекрасно есть антагонисты ликотриеновых рецепторов, которые обладают тоже прекрасным действием на аллергию, и эти побочные эффекты там, как правило, не наблюдаются. Добрый вечер. У супруга весенний поленос, который в считанные дни переходит в бронхит с огромным образованием слизи, задыхается. Врачи поставили диагноз бронхиальная астма. Как только перестает свести, сразу все проходит. Что бы вы посоветовали делать в этом случае? Спасибо. Вот в этом вопросе как раз очень хорошо отражена сущность развития аллергии, так называемой причинно значимой аллерген, то есть аллерген, вызывающий реакцию. И так действительно происходит в жизни. Целый год человек, не контактируя с этим аллергеном, живет и даже забывает о том, что не могут быть такие реакции. Но весна приходит, весна у кого-то лета. Для нашей полосы весна наиболее тяжелый период. Пацио береза у нас всегда в очень высоких концентрациях, как я являюсь в Москве и Московской области. И симптомы начинаются. И одна из самых больших ошибок, которые делают пациенты, с моей точки зрения, они как бы забывают, они каждый раз надеются на лоз. Ну, а вдруг в этом году как-то обойдется, вот не будет весны, ну, дождь пройдет там, или может быть я... Ну, что-то вот произойдет такое, и это не случится. Ну, или просто чудо, например. Бывает же такое, что вот была аллергия, а потом ее... Нет, ну, в принципе, наверное, в жизни всякое бывает. Но вообще-то в таких случаях мы должны говорить о том, что к сезону весенней аллергии нужно начинать готовиться зимой, а лучше даже осенью. В это время как раз проводится аллергодиагностика, устанавливается причинно-значенную аллергию. Выбирается оптимальный для пациента способ лечения аллергии. В данном случае, если бронхиальная астма носит строго сезонный характер, и в течение всего года у пациента нет никаких отклонений в объеме форсированного выдоха, то мы можем ему смело рекомендовать начинать проведение курса аллергеноспецифической иммунотерапии. Что это такое? Это лечение, которое подразумевает введение в организм невысоких доз аллергена, которые приведут к тому, что в организме выработаются другие антитела, блокирующие действия антител, вызывающих аллергии. То есть возникнет обратная реакция. И объясняю пациентам, как это происходит и что. Мы говорим, что он станет как все. Все люди контактируют с пыльцой, но далеко не все развивают такую тяжелую реакцию на нее, что действительно не могут выходить на улицу, задыхаются по ночам в этот период. Нуждаются в указании скорой медицинской помощи. После проведения курса аллергеноспецифической терапии большая часть этих симптомов уйдет. Конечно, сейчас, когда за окном уже март, говорится о начале аллергеноспецифической иммунотерапии уже поздно. То есть наши пациенты, они все получают и уже, скажем, находятся в финальной стадии проведения этого лечения. Поэтому в данном случае нужно говорить о правильной базисной терапии. Я рекомендую вашему мужу сходить к врачу, вспомнить все предыдущие годы, какими препаратами он пользовался для купирования острых состояний и начать терапию заранее. Не дожидаться, пока болезнь опять выйдет в свое самое тяжелое течение с такими тяжелыми приступами удушья. Раз уж я заговорила про аллергеноспецифическую иммунотерапию, то у нас есть и вопрос про это. Сколько курсов ОСИ требуется при полинозе, чтобы пропала реакция на аллерген? Здесь, к сожалению, нам приходится придерживаться традиционных представлений, и во всем мире они не поменялись до настоящего времени. В среднем от 3 до 5 лет проводится специфическая иммунотерапия. То есть пациент, в нашем случае, когда мы говорим о лечении сезонной аллергии, получает предсезонную профилактику. То есть не круглый год принимается аллерген, он начинает приниматься за 3-4 месяца до начала сезона пыления. И вот здесь очень внимательно послушайте, потому что прием аллергена продолжается весь сезон пыления. Как определить длительность? Кто будет принимать препарат 3 года, кто будет принимать препарат 5 лет? Ну, скажем так, в основном мы водившиеся, ну, скажем так, иногда, к сожалению, на ней полностью, но почти на 90% от своих симптомов. Это хороший, очень хороший результат. Так, добрый вечер. У ребенка 6 лет. Полиноз. Реакция на раннее цветение деревьев. Но, возможно, еще не всем. Так, есть еще не выявлены аллергены. В какое время и каким образом провести верное обследование на выявление аллергенов? В какое время необходимо проводить оси? Ну, здесь немножко частично я уже ответила на этот вопрос. В принципе, 6 лет это тот самый возраст, когда мы рекомендуем начинать аллергеноспецифическую гуманитерапию. Ребенок уже готов к этому. Ему несложно проводить, несложно принимать препарат, несложно следовать нашим указаниям. И эффект, как правило, в этом возрасте от проведенной терапии гораздо выше, чем у более старших детей или взрослых людей. Потому что особенность аллергии, ну, в данном случае, на пыльцу деревьев, это развитие перекрестной реакции на овощи и фрукты, к счастью, не проявляет себя рано. И проводя аллергеноспецифическую терапию детям, мы можем сохранить им фрукты. Это очень важный, скажем так, важный аспект жизни. Лучшая диагностика аллергии, если что-то мы подозреваем, есть у нас еще не выявленная аллергия, да как мы это подозреваем? По клинической картине. Бывают ли подобные симптомы в другое время? Не только когда цветет, пылит береза, но, например, ранним летом или поздним летом. Есть ли реакция на какие-то еще пищевые продукты? Вообще, оптимальное время для диагностики аллергии – это зима. Когда мы точно знаем, что нет никаких пыльцевых аллергенов, в воздухе уменьшается количество плесневых грибов. И в это время мы занимаемся диагностикой, чтобы посмотреть, что осталось. То есть, как правило, излишне высоких цифр. Какой метод выбрать лучше? На самом деле, лучше всего проводить диагностику аллергии. Следующий вопрос. А бронхиальная астма аллергическая лечится? На такой вопрос, скажем так, ответить на сложное нельзя, потому что астма – хроническое заболевание. Хронические заболевания – исходно хроническое предоставление диагноза. Когда мы говорим о любом хроническом заболевании, обещание излечения бронхиальной астмы звучит как обман, как попытка обману пациента, завлечь его в какую-то терапию, скажем, сомнительную. Во всем мире представление о бронхиальной астме строится на том, что это заболевание, при котором можно достичь стойкую, длительную ремиссию. Что это означает? Ремиссия заболевания, когда нет обострения болезней, нет симптомов, которые беспокоят пациента ежедневно, еженедельно, ежемесячно и даже ежегодно. Как достигается эта ситуация? Ну, здесь очень много подходов разных, которые не являются взаимозаменяемыми, а скорее дополняют друг к другу. Ну, например, ребенку выставлен диагноз бронхиальная астма. Чаще всего первая реакция родителей – нежелание принимать диагноз, нежелание вообще признавать, что это происходит. Проходит время, симптомы повторяются. Вирусные инфекции, провоцировые бронхоабструкции, контакты с аллергенами, ну, чаще, скажем, животных, или с пыльцой, или просто бытовыми аллергенами. У маленьких детей это не всегда очевидно, это всегда чаще выглядит как реакция на вирусную инфекцию. Но, тем не менее, противоастоматические препараты используются регулярно. Ребенок не посещает детский сад, не может ходить в школу из-за постоянных симптомов бронхоабструкции. Мы начинаем лечение. В чем оно заключается? Во-первых, подбор базисной терапии, то есть медикаментозного лечения, направленного на противодействие этому аллергическому воспалению, то есть тем изменениям, которые происходят с лизистой бронхой. Целью этого лечения является уменьшение частоты обострения. Если нам удается достичь стойкую медикаментозную ремиссию, ну, на каком-то определенном объеме препаратов, то мы начинаем как бы двигаться вниз по лестнице. То есть даже в международных рекомендациях лечение бронхоабструкции на астме выглядит как ступенчатая терапия. То есть на первых ступенях заболевания у нас очень мало препаратов или их нет совсем, а чем выше ступень заболевания, выше тяжесть, тем, соответственно, больше препаратов. Вот с пациентами мы все время двигаемся по этой лестнице. То добавляют препаратов, когда нужно, то убавляют. Но мы при этом ищем и другие способы воздействия. Ну, например, если есть возможность воздействовать на аллерген, то есть проводить аллергеноспецифическую иммунотерапию, то после стабилизации состояния, отсутствия регулярных приступов, мы, конечно, ею займемся. Пациенты обязательно получают подробнейшие рекомендации по созданию гипоаллергенной обстановки. Да, мы иногда очень грубо вмешиваемся в жизнь своих пациентов, прося их, иногда требуя пересмотреть окружающую обстановку спальни. Может быть, это звучит некорректно, но, имея опыт введения таких пациентов, мы видим, какой результат это дает очень часто, если все это приведено к тем рекомендациям международным, которые доказали свою эффективность. Конечно, таким пациентам, неважно, дети лет или взрослые, мы рекомендуем активно заниматься спортом, искать те способы физической активности, которые им по силам и которые позволяют поддерживать функцию дыхания на должном уровне. И вот все это вместе, когда оно делается, вообще-то результаты очень хорошие. Но говорить о том, что бронхиальную астму можно вылечить на сегодняшний день, к сожалению, нельзя. У нас есть вопросы, например, вот про животных и про аллергию на животных. Это очень болезненная тема и для пациентов, и для врача-аллерголога. До сих пор, к сожалению, у нас нет какого-то одного рецепта, который бы устраивал всех, потому что большая часть наших рекомендаций включает, она звучит очень жестко. Не заводите домашних животных, если есть аллергия. Реакция на аллергены кошки или собаки, к сожалению, это очень часто, очень распространенная ситуация. И если говорить о том, что первое правило лечения аллергии это устранить причинно-значенную аллергенду, вы понимаете, какую рекомендацию должен дать врач-аллерголог? Убрать животное из окружения ребенка или из окружения человека, страдающего аллергией. Да, это не всегда получается. И вот в этом случае мы пытаемся иногда искать какие-то меры, которые позволят нам сократить влияние, скажем так, аллергенных животных на состояние пациента. Сразу скажу, что не всегда это достигнет, дает хороший результат. Что в этих случаях мы делаем? Ну вот, например, вопрос. У нас дома живет кот. Если очень долго с ним играть или гладить, то у меня на руках появляются покраснения и зуб. Что делать? Кота очень люблю, но играть с ним не могу. Ну, ответ напрашивается сам собой. Если вы можете любить кота, но не играть с ним, прикасаясь к ним руками, есть игрушки для кошек. Скорее всего, реакции возникают, когда кожица прикасается с когтями кошки, когда кожа повреждается. Это самый частый механизм появления местных реакций. Если во всех остальных ситуациях вам удается все-таки чувствовать себя хорошо, ну, что тут скажешь. Попробуйте мыть кота почаще. С собаками это, в принципе, удается, но с кошками не всегда удается договориться. Если в квартире есть ковры, то лучше их убрать, поскольку накопление аллергенов животных очень активно проходит, как раз происходит в ворсистом ковре, неважно, из чего он сделан. Просто если есть какой-то ворс, и ковер нельзя постирать. Иногда это тоже дает облегчение. Появится ли прививка для аллергиков, чтобы без проблем завести собачку? Мы очень ждем этого. И не теряем надежды, что все-таки на нашем веку будут созданы действительно эффективные препараты, которые позволят избавить людей от этой неприятной болезни, которая мешает им, ну, на самом деле, быть счастливыми, потому что иметь собаку или иметь кошку – это большую часть. Иногда мы видим в анализах, например, что начавшиеся аллергии может, то есть выявление сенсибилизации на начальных уровнях иногда может уйти. И, в принципе, у человека может быть шанс прожить с одной кошкой или с одной собакой, даже имея потом в дальнейшем развитие реакции на других животных. Но всех предостерегаю от таких, как бы, импульсивных шагов, если ребенок или если вы сами страдаете аллергией, прежде чем решиться завести животное, проверьте себя сначала. Проведите тесты, есть ли сенсибилизация к аллергенам животным. Мы не говорим к шерсти, потому что шерсть в данном случае является просто транспортом. Аллергены – это белки, которые выделяются со слюной, мочой, которые выделяют кожу животного, и, собственно, они вызывают основные проблемы. Съедите, проведите провокационный тест, посмотрите то животное, которое вы хотите взять. Будет ли реакция сразу. Иногда это можно увидеть и избежать тяжелых мучительных последствий, когда приходится после двух-трех недель пребывания дома искать новых хозяев. Эта травма зачастую гораздо больше, чем отказ родителей от сведения животного. Если возвращаться к лечению аллергии, вот один из вопросов. Гормональный исправеднос. Больше вреда или пользы? Почему их нельзя применять разом? Самые эффективные данные мы получаем, о всех лекарственных препаратах, когда у нас накапливается длительный опыт их применения. И чем ниже возраст детей, у которых могут быть использованы эти препараты, тем препараты безопаснее. Вот это такое общее правило. Ну вот, например, гормональный спрей в нос. Препараты, которые разрешены у детей с двух лет. Длительность их применения в настоящее время тоже очень расширена. И почему их нельзя применять разово? Можно применять разово, просто это малоэффективно. А если это сразу, наоборот, дает очень хороший эффект, то, зная механизм развития аллергии, то, что это не вспышка, это процесс, то лучше не применять их разово, а все-таки применять их курсом. И если вот отвечать на этот вопрос, то однозначно пользы от этого гораздо больше, чем вреда. Любой препарат, использующийся для облегчения носового дыхания, если вы почитаете внимательную инструкцию, я сейчас говорю о назальных декангистантов, ну то есть препаратах сосудосуживающих, там очень четко ограничены сроки применения, потому что бесконтрольное использование этих препаратов приводит к развитию действительно серьезных осложнений. А когда мы говорим о гормональных спреях, во-первых, их чаще всего назначает врач, аллерголог, потоларинголог, педиатр, который контролирует состояние в процессе и говорит, что они очень опасны, ну то есть любой препарат, назначенный по показаниям, может быть использован, поэтому польза обозначена больше, чем вреда. Так, вот у нас тут еще есть несколько вопросов по сочетанию аллергии и пищевой непереносимости или по дифференциальной диагностике этих состояний. С этим всегда очень сложно, потому что понятие аллергия обычно относят, ну все состояния, которые возникают при контакте с каким-либо веществом и отек слизистых дыхательных путей и высыпания на кожу, и боли в животе, но механизм у этих реакций может быть разным. Если говорить, вот, например, о пищевой непереносимости, у нас есть такой вопрос. Ребенок не переносит пшеницу, сдутие, боли в животе и голове. Анализы не подтвердили аллергии на пшеницу, сдали анализы на целиакию, и подтвердился только гулиадин. Есть ли возможность снова начать есть пшеницу? Ребенку это необходимо, она хочет с друзьями есть пиццу. Да, это на самом деле очень существенная проблема, социальные ограничения, которые, когда дети маленькие, нам кажутся очень легкими, соблюдение диеты несложным. Не даешь и все. У детей и взрослых возникает очень много сложностей с этим связанных. В принципе, если говорить о тех результатах анализов, которые у вас получились, то, скорее всего, ситуация будет благоприятной. То есть, нет целиакии. Целиакия – заболевание, которое не лечится ничем на сегодняшний день, кроме диеты. Значит, строгую диету, по полному исключению глютена и глютенсодержащих продуктов, соблюдать нет необходимости. Если симптомы все-таки присутствуют, и вот в настоящий момент в жизни ребенку контакты с этими белками даются тяжеловато, то лучше, скажем так, все-таки их ограничивать. Как мы это делаем? Вот дома, там, где возможно, используем больше безглютеновых продуктов. Но при этом, если ребенок идет в гости, если он куда-то идет с друзьями, мы не ограничиваем, давая ему самому возможность принимать решение, как ему питаться и что при этом чувствовать. Еще при таких состояниях полезно бывает провести исследование на выявление лактазной недостаточности, потому что речь идет о ребенке уже, судя по всему, не детсадовского возраста, потому что пиццу с друзьями они как раз не едят. Если будет выявлена лактазная недостаточность, то ограничение как раз молочного сахара или коррекция этого состояния с помощью ферментов возможно улучшить самочувствие в целом и позволит употреблять и хлебопулочные изделия тоже в каком-то умеренном количестве. Так, что у нас здесь еще есть интересного? Сдавали кровь на аллергены. Все чистое, несколько раз, в том числе в ЕМС, но при этом часто возникают пятна, которые расчесываются до болячек, то на сгибе правой руки, то на внутреннем бедре правой ноги. Гормоны спасают, но ненадолго. Такое продолжается уже два года с трех с половиной лет. Летом улучшение. Что делать? В данном случае, конечно, не видя ребенка и не видя того, как выглядят эти высыпания, давайте предположим, что речь идет все-таки об атопическом драматите, который, да, бывает, развивается без выявления каких-либо аллергенов при исследовании. Это особенность этого заболевания. Но ответ на свой вопрос вы фактически написали самостоятельно. Летом улучшение. У нас в Европейском медицинском центре наши доктора-драматологи проводят курсы фототерапии. Это специальное лечение, направленное на профилактику обострения и лечение обострения как раз атопического драматита. Приходите на консультацию, вам будет подобрана схема. Вы пройдете, ребенок пройдет несколько сеансов фототерапии. То есть фактически он встретится с летом, зимой. И тогда ремиссию можно будет достичь без применения гормональных мазей. По многих случаях это работает очень хорошо. Что у нас еще осталось? Ну вот, например, вопрос, на который сложно ответить. Что-то однозначно конкретное. Часто чешется все тело. При тесте не выявляют аллергенов. В каком направлении двигаться дальше? Наверное, надо начать все-таки с осмотра дерматолога. И посмотреть, какие причины зуда кожи могут быть конкретным у вас. Если дерматолог не найдет никакого заболевания, зудящего дерматоза, то есть смысл пройти полное обследование. Я думаю, что в данном случае речь идет о взрослом пациенте-болтерапевте. И посмотреть особенности работы печени, прежде всего. Потому что зуд бывает при нарушениях в работе печени. Ну вот, сделав эти два шага, дальше станет уже понятно, что искать, в каком направлении двигаться дальше. Вот еще у нас остался вопрос. Но он на самом деле перекликает в систему лактазной недостаточности, я думаю, о которой я говорила ранее. У ребенка в 4-х лет после высыпания дважды в анализах на иммуноглобулины G показал молочные продукты. Сели на жесткую диету, убрали не только молочные, но и все провоцирующие. Иммуноглобулин и отрицательные. Вот очень важно понимать, что это два разных механизма развития реакции. И они абсолютно не означают, между ними нельзя поставить знак равенства. Иммуноглобулин и это развитие реакции немедленного типа, в котором протекает как раз реакция на индуляционные пищевые аллергены, которые часто привозят к быстрому развитию симптомов. Например, ребенок с пищевой аллергией на молоко часто развивает отек губ при попытке ввести ему молочные продукты или сыпь по всему телу, возникающую сразу после такого контакта. При наличии иммуноглобулинов G, повышенных каким-либо продуктом, мы в данном случае чаще думаем о непереносимости. И говоря о молоке, поскольку продукт этот сложный, он содержит и белки, и жиры, и углеводы, то вот углеводы молока, молочный сахар, иногда плохо усваиваются. И здесь важно просто поэкспериментировать, скажем так, с диетой, не устраивая очень жесткую диету, в которой у ребенка нет никаких полезных продуктов, но посмотреть на нее именно в этом аспекте. И поэтому да, можно вернуться к нормальному питанию без молочного, здесь это абсолютно оправданно. Так, из распечатанных вопросов у меня вопросы закончились. У нас есть вопросы от наших зрителей, парочку. Первый вопрос, целесообразно ли человеку с полинозом иметь в домашней аптечке EpiPen? Нет, нецелесообразно. Ну, скажем так, учитывая, что EpiPen в России, к сожалению, купить в аптеке невозможно. Мы всегда прилагаем очень большие усилия для того, чтобы у человека он появился. Но, к счастью, все-таки у пациента с полинозом, даже при случайном употреблении орехов, которые могут давать переплесную реакцию, с большой долей вероятности, больше 90% не бывает тяжелых реакций, которые потребуют введения EpiPen. Поэтому, скажем так, как врачу, я люблю, когда у моих пациентов очень обширная аптечка, чтобы они могли помочь не только себе, но еще кому-то. Но в данном случае нет, нецелесообразно. Есть ли смысл принимать сингуляр до цветения? Да. Ну, поскольку в данном случае мы говорим о препаратах, сингуляр препарат, который в отличие от антигистаминных препаратов, не дает очень быстрого эффекта. Ну, то есть, те, кто уверены, что после одной таблетки сингуляром становится уже сразу значительно лучше, это люди просто очень верящие в этот препарат, знающие, какой эффект от него бывает хороший. Сингуляр не используется для купирования острых приступов бронхиальной астмы, никогда у него нет этого показаний. Поэтому лучше начать прием сингуляра чуть-чуть заранее, недели за две до цветения, если до этого не было никаких симптомов. Тогда, как правило, результат общего лечения будет значительно лучше. Спасибо большое за внимание. Я с вами прощаюсь. Не болейте. Всего доброго.